Циторедукция 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 кипятиться внутри, и затем, независимо от того, даже здесь никто не говорит о какой-то диагностической ошибке, чтобы была не заподозрена меланома. А диагностическая ошибка в том, что материал, который вы добыли путем почти что шейф-биопсии, он был термически изменен. Морфолог может ошибиться после этого. В отношении первичного образования, соответственно, мы можем применить такие холодовые подходы. Это обычная панч-биопсия. Она же, по сути, эксцезия. Просто она выполняется не скальпелем, а специальным циркулярным скальпелем, который позволяет отдароколить кожу с этим новообразованием. У каждого дерматолога, на мой взгляд, этот нехитрый инструмент должен быть в кабинете для того, чтобы при подозрении на небольшое меланстарное новообразование выполнить эту эксцезионную биопсию. Никто же не заставляет вас лечить меланому. Многие дерматологи говорят, что есть затруднение юридическое. «Мы не имеем права лечить меланому, мы должны отправить к онкологу». Да нет же, у вас же есть просто подозрительное новообразование. Поставьте любой диагноз, но главное – предоставьте достаточно клинической информации для вашего морфолога, чтобы поставить диагноз и прийти к какому-то заключению. Эксцезия, понятно, и шейф-биопсии. Насчет шейф-биопсии будьте просто осторожнее. Если вы понимаете, что это поверхностно распространяющаяся меланома, будьте осторожны с шейф-биопсией. Если вы видите вертикальный рост меланома, конечно, шейф-биопсию не нужно применять в данном случае. Это тот метод, который нужно использовать с особой осторожностью и применять специальную технику для того, чтобы добрать все слои этого новообразования и неизмененной кожи, чтобы выполнить эту биопсию в пределах здоровых тканей. Наши морфологи, соответственно, могут поставить в таком случае точный диагноз. И опять-таки, если у вас есть какое-то подозрительное новообразование, которое вы собрались удалять тем же самым лазером, ну или там ультразвуковым скальпелем и коагулятором, черт возьми, но вы сделаете сначала шейф-биопсию, холодовую биопсию сделаете, отправьте ее морфологу, и уже дальше можете применить хоть лазер, хоть коагулятор, хоть что там для гемостаза или для каких-то иных целей, может быть даже косметических. Короче говоря, надо добыть материал. И материал неизмененный. И можно так делать, и можно делать, и нужно делать это под местной анестезией, не нужно отправлять это в какое-то стационарное лечение. Наркоз здесь не показан, если речь идет о поверхностных, меланцитарных наобразованиях. И достаточно выполнить эксцезионную биопсию. Надо просто сделать это правильно. Надо делать ту же самую эксцезию веретенообразную, как самое простое в соответствии с паттерном лимфоотока. И даже здесь не линии лангера вперед уходят, как выбор направления эксцезии, а все-таки представление о лимфоотоке от первичной опухоли, потому что это, в свою очередь, будет влиять на дальнейшую тактику. Я об этом расскажу. В отношении отступа от новообразования, достаточно минимального отступа. Задача сделать эту эксцезию в пределах здоровых тканей. И есть целые гайдлайны по выполнению эксцезионных биопсий. Четкое представление о том, как нужно это делать. И в отношении локализации ногтевом ложе, и при подозрении на акральную меланому. Опять-таки, в настоящее время под ногтевую меланому не диагностированы выдиранием ногтей, и уж тем более экзортикуляцией ногтевой фаланги. Это абсолютное средневековье. Если вы видите пациента с подозрением на под ногтевую меланому, но выполните панч, то же самое ногтевого ложе, никакой проблемы нет. Это малотравматичная процедура, и вы добудете достаточно материала, и пациент будет только счастлив, если ему после этого придет меланонихия. Но не надо расширять показания для этой биопсии. Если вы видите, что это очевидная меланонихия, не надо и выполнять биопсию. Но это очень сложный вариант диагностики. И, наверное, кстати говоря, под ногтевой меланомией можно будет в будущем отдельные доклады посвятить, особенно диагностике под ногтевой меланомии. Не буду останавливаться. Интимная зона тоже не является исключением, и есть четкое представление, как это делать. И, заметьте, ни в одном из гайдлайнов вы не увидите предположение о том, выполнить гемевульвоктомию, как это было, опять-таки, исторически, когда это была меланома, выполняли гемевульвоктомию с диссекцией. Это время ушло, слава Богу. И, опять-таки, мы иногда слышим от наших коллег, и от пациентов, так называемое профилактическое удаление новообразований. Когда мы говорим о меланомии, о меланцитарных новообразованиях, мы не говорим о профилактике меланомоудаления. Особенно у той группы сложных пациентов, которые страдают от диспластического новостного синдрома. Это, по большому счету, можно приравнять к удалению пятен у леопарда, потому что вы должны каждому на образование подходить взвешенно и определять показания для этой эксцези и выполнять ее, ну и отправлять хирургу, для того, чтобы ее сделать грамотно. Опять-таки, широкое иссечение – это теперь уже исторический термин. У нас есть четкие представления о том, как предположить, на какой толщине опухоль должна быть иссечена в каких пределах. И даже если это будет самая толстая опухоль, дольше, толще, 4 мм с изъязвлением, все равно этот отступ нецелесообразно делать дальше, чем 2 см, шире, чем 2 см. Более того, в соответствии с анатомическими особенностями зоны расположения данного образования, вы можете варьировать этими отступами, как лицо, или кисть, или гениталии. Вы, естественно, там ограничены анатомическими барьерами. Никто там не будет удалять сразу автоматом с 2 см отступом. Кроме того, вы можете сделать же эксизию, определить толщину опухоли и определить, насколько широко вам надо потом сделать реэксизию рубца. Просто надо делать извешенно и спокойно, без всякой горячки. Опять-таки, есть ряд случаев, я на всех докладах говорю этот термин, мне он очень нравится, киуриопсия. Когда мы вроде как и выполняем биопсию, вроде как и лечим одновременно. То есть, иногда, выполнив тот же самый ин-ситу меланомию, эти минимальные 5 мм, вы сделали отступ от первичной опухоли, вы диагноз поставили, и пациента, получается, не излечили, потому что при этом вам не надо ничего делать дальше. Это нужно держать в голове. Когда мы говорим о стадировании в соответствии с лимфотоком, чтобы критерием выставить, у нас есть представление в соответствии с IGCC и текущим пониманием проблемы, то, что если мы не выполнили биопсию сторожевого лимфоузла, но при этом для него были показания, мы не можем стадировать данное заболевание, не имеем представляя лимфотоки. Разберемся, почему. Начиная от меланомы толщиной больше, чем 0,8 мм, или при наличии изъязвления, у нас есть показания для выполнения биопсии сторожевого лимфоузла. Эта меланома может быть и тоньше 0,8 мм, но у него могут быть дополнительные факторы, такие как высокий методический индекс или лимфоваскулярная инвазия. Соответственно, и ваш морфолог должен в своем заключении указать данные признаки, есть или нет лимфоваскулярная инвазия и какой методический индекс, потому что это может своим образом диктовать показания для биопсии сторожевого лимфоузла. Опять-таки, сегодня не раз об этом говорили, всегда ли нужна эксцезия для назначения, например, биопсии сторожевого лимфоузла, когда это кричащие меланомы, ну не нужно делать эксцезию первым этапом, надо, конечно, делать сразу же иссечение с пластикой и биопсии сторожевого лимфоузла. По поводу цитологического исследования, ну конечно, если у вас есть юридические ограничения в данном случае, ну отпечатайте ее, не надо только ее там агрессивно ковырять, никакого смысла в этом нет. Отпечатали, у вас есть достаточный пласт клеток меланомы, и вы уже юридически можете выполнить дальше иссечение биопсии сторожевого лимфоузла, Ну, естественно, предварительно обследовав пациента, вот когда мы говорим о меланомах, которых видно с порога, в данном случае высока вероятность уже наличия у пациентов макрометастазов, которые вы можете определить и пальпаторно заподозрить, и также определить на УЗИ и компьютерной томограмме. Вы определяете показания для обследования в зависимости от конкретной клинической ситуации. В биопсии сторожевого лимфоузла что это вообще такое? У нас есть понимание, что есть первичная опухоль, есть лимфооток от нее, и есть группа лимфоузлов, которые первые берут тот самый лимфооток от этой зоны и являются сторожевыми, то есть лимфоузлы первого порядка. Их может быть и несколько, потому что паттерны лимфоотока разнятся. И удаляя этот сторожевой лимфоузел или сторожевые лимфоузлы и исследуя его на наличии единичных скоплений опухолевых клеток, у нас будет представление, поражен ли данный лимфоколлектор. Главным условием для выполнения этой процедуры является понимание о том, что у вас нет макрометастазов, то есть вот эти кричащие меланомы вы сначала должны все-таки дообследовать пациента и понимать, что там нет клинически измененных лимфоузлов. У нас есть различные средства для обнаружения этих лимфоузлов. Это исторический краситель изосульфан синий. Опять-таки он обладает меньшей диагностической ценностью, как, например, наноколоиды, имеченные технецием, или, например, эндоцианин зеленый, ICG-технология. Стандартом в настоящее время и в нашем учреждении является применение препаратов с технецием. И возвращаясь к вопросу об эксцизиях. Если эксцизия выполнена неверно, слишком широко, применена ротационная пластика, хотя вы понимали, например, что это речь идет о толстой меланомии, вам предстоит вторым этапом биопсиз торжевого лимфоузла с высокой вероятностью, не надо делать травматичную операцию и менять лимфоток. Тогда и ценность диагностической БСЛУ значительно снизится. И мы часто видим такие ситуации, когда пациентам, зная, что это махровая меланома, простите за сленг, выполняют ротационные различные пластики. Я не говорю сейчас про косметические эффекты этих операций, а говорю, прежде всего, про практический смысл. Дальше они попадают к нам как бы для биопсии торжевого лимфоузла, и мы пациентам иногда даже отказываем в этом, потому что бесполезно ее делать. Мы дискредитируем метод, если в данном случае будем выполнять биопсию торжевого лимфоузла. Такое тоже бывает, слава богу, редко. И все реже и реже, чем чаще мы с вами встречаемся. Что это за процедура? Это диагностическая процедура, при том малотравматичное диагностическое вмешательство. И хирургам, которые сейчас активно внедряют этот метод в своих учреждениях, хочу напомнить, что это не мини-лимфодисекция, это удаление конкретного лимфоузла. Вы должны четко понимать, вы должны его визуализировать, вы должны использовать специальный датчик для того, чтобы его определить, и именно его удалить. Не надо пачками вытаскивать лимфоузлы или вытаскивать часть коллектора лимфатического с несколькими лимфоузлами, а потом на столике разбирать его и потом отправить конкретно единичный этот лимфоузел морфологом. Это дискредитация методики. Вот в данном случае при выполнении такой неграмотной биопсии торжевого лимфоузла, и вот доктор нам задавал вопрос, что будет, если удалить лимфоузел при вот такой вот процедуре. Да, тогда будут и осложнения, в том числе и в отношении лимфатического коллектора, и опять-таки снизится и диагностическая ценность этой процедуры, когда вы все это абсолютно без показаний расковыриваете и делаете, по сути, мини-лимфодисекцию. Опять-таки не только хирург здесь влияет на исход этой процедуры, влияют и радиологи, а то, как они разведут радиофарм препарат, как они выполнят лимфостатографию и помогут нам обнаружить истинно сторожевой лимфоузел. И часто автоматом ищут сторожевые лимфоузлы, если мы говорим о конечностях в паху или в акселярной области, но надо не забывать, что есть и подколенная область, есть и локтевой сгиб, и там тоже бывают сторожевые лимфоузлы, и это целое приключение иногда найти в локтевом сгибе искомый лимфоузел. Но там тоже могут быть и метастазы меланомы, поэтому не надо игнорировать эти зоны. И это может быть и билатеральный лимфооток, если у вас, например, меланома на передней грудной стенке, если она в пупочной области, то это вообще и лимфооток, и двусторонние в акселярные зоны, и двусторонние в паховые лимфоузлы. И нужно делать и там, и там, это будет 4 биопсии сторожевого лимфоузла по поводу одной меланомы. Оправдано ли это? Да, оправдано, потому что мы в одном из этих 4 лимфоколлекторов можем найти опухолевые клетки, и зачем мы их находим, я тоже расскажу. И вот тот самый редкий случай в жизни, когда размер не имеет никакого значения, потому что это может быть маленький лимфоузел, и в нём могут быть опухолевые клетки, это может быть здоровенный лимфоузел, но он будет пустой. И поэтому очень важно, чтобы морфологи, которым вы отправляете эти сторожевые лимфоузлы, опять-таки обращаясь в те места, где сейчас внедряют эту процедуру, были готовы к проведению этой процедуры. Громко говорят, что мы начали, мы делаем эту процедуру биопсию сторожевого лимфоузла, но морфологи-то ваши начали её делать, они ознакомились с протоколом вырезки препарата, фиксации в том числе препарата ещё на доаналитическом этапе, для того, чтобы обнаружить опять-таки иммуногистохимический протокол исследования, для того, чтобы не пропустить те самые опухолевые клетки. И те хирурги, которые направляют и выполняют БСЛУ, они вообще обследовали больного? Потому что нередко бывает такое, что нас призывают и для мастер-класса, мы смотрим пациента и понимаем, что там в настоящее время это макрометастаза, а не микрометастаза. Пациента вообще плохо дообследовали перед назначением этой процедуры. Это все вопросы, которые требуют особого внимания. Выполнять ли диссекцию, тотальную диссекцию, если вы обнаружили позитивный сторожевой лимфоузел, то есть с метастазами? А этот вопрос в настоящее время закрыт исследованием СЛТ-2 и ДКОК, и принципиального значения на выживаемость эта диссекция не окажет. Она локальный контроль усилит, нету группы лимфоузлов, нету лимфоузлов, нету в них метастазов, логично. Но на выживаемость меланомо-специфическую это не окажет никакого влияния. Поэтому и делать её чаще всего совершенно нецелесообразно. Но опять-таки, обостряю внимание, не надо путать с клинически положительными лимфоузлами. Потому что если у вас, если вы обнаружили клинически изменённые лимфоузлы на УЗИ или на КТ, вы подтвердили её тонкоигольной аспирационной биопсией или трепан-биопсией, у вас есть показания либо для лимфодиссекции, либо для рассмотрения вопроса в неодевантной терапии. И вот это на самом деле очень здорово. И вот именно здесь наступает новая эпоха. Представьте себе, у нас клинически изменённые лимфоузлы, которые мы с нашей смелостью, которые мы унаследовали от наших учителей, можем, естественно, циторедуктировать, удалить. Но мы отступаем назад и передаём наших пациентов, специалистов системной терапии, для того, чтобы подвергли его неодевантам. Вот это и есть эволюция подходов к терапии. Иногда мы забываем, а зачем мы делаем это БСУ? Не только для того, чтобы красиво стадировать пациента, не только ради стадирования, ради какой-то научной цели. У нас есть современная адъювантная терапия, которая этому пациенту необходима. И об этом будет отдельный доклад в следующей секции по поводу адъювантной терапии третьей стадии, потому что мы переводим пациента уже в третью стадию и можем улучшить его прогнозы. Опять-таки, настоящее и будущее БСУ в связи с теми изменениями в клинических рекомендациях, которые мы ожидаем в отечественных, которые мы видим уже в НССН. Я предлагаю, те, кто нас слушает, не отключаться. Алексей Викторович в час 30 расскажет о практическом значении БСУ ввиду тех изменений в рекомендациях, которые мы сейчас наблюдаем. Поэтому не буду красть его доклад сейчас. Я хотел бы рассказать два слова о нашем опыте, нашего отделения опухолей костей, мягких тканей и кожи МИДС Петрова. Мы посмотрели за последние 4 года в одних руках, вот 3-4 лечащих врача в нашем отделении, кто этой методикой занимается, 755 биопсиста рожевого лимфоузла. То есть на потоке мы начали это уже делать не единичными случаями с 2019 года. Вы видите, как увеличивается поток пациентов. Мы вышли на такую оплату в 250 в год, и я уверен, этот поток будет и дальше увеличиваться. И именно такой опыт позволяет говорить о достоверности результатов, потому что кривая обучения, она везде есть. И у Мортона была кривая обучения. Он вообще начал тренироваться с кошечек, и у него есть 92-го года, она на кошках была сделана. Затем уже пошли пациенты, и кривая обучения в его отделении, его специалистов тоже выходила на плату. И зачем мы это делаем? Опять-таки мы помогаем нашим регионам. Это распределение по регионам наших пациентов, которые к нам поступают. И большое спасибо специалистам, которые в регионах работают, и не безразличны к судьбе пациента, не безразличны к юридической составляющей этого вопроса, и отправляют к нам пациентов для этой процедуры. Мы их с большой благодарностью отправляем назад для получения адювантной терапии. Кто же получает в результате адювантную терапию? Для начала по поводу лимфотока. В одну зону распределяется 80% случаев лимфотока, это первичный опухоль, например, в одну акселярную область. Но посмотрите, в 19% случаев суммарно, это 2-3 и более зоны лимфотока. Поэтому очень важно анализировать лимфосатографию, очень важно ее сделать, очень важно искать эти лимфоузлы для того, чтобы их не пропустить. Давайте посмотрим, что у нас с распределением по толщине меланомы. Это 755 пациентов, которые подверглись БСЛУ в нашем отделении. Из них толстых меланом, вот видите, я их отделил немножко, Т3Б, Т4А, Т4Б, их меньшее количество. Это говорит о том, что действительно мы раньше выявляем меланому в настоящее время, раньше этот диаграмм выглядел бы совершенно по-другому. Это были бы толстенные, изрезленные меланомы вот эти вот со входа, ну и соответственно, с соответствующим прогнозом. А мы делаем эту процедуру и тоненьким меланомом. Посмотрите, Т1А, Т1Б, 7%. Вот Т1А – это та самая группа, у которой были в морфологическом заключении дополнительные факторы, такие как лимфоваскулярная инвазия, такие как высокий методический индекс. И как бы формально, если только по толщине по брестлу смотреть, мы не должны были ее делать. Но мы расширили показания в соответствии с дополнительными признаками. И что мы получили? В 130 случаях из 755 – это метастазы в лимфоузлах. Это не самая большая цифра, безусловно. Возможно, и мы потеряли информацию на каком-то этапе, и мы могли не тот лимфоузел удалить. Ну, я просто честно говорю, я могу это говорить честно. И мы могли ошибиться, потому что это не только оператор-зависимый, и оператор-зависимый, и неоператор-зависимая методика. Мы могли ошибиться с введением радиофарм-препарата, с накоплением его. И наши морфологи могли тоже пропустить эти лимфоузлы. И надо понимать, что это будет происходить. Но просто чем больше у вас будет опыт, тем меньше у вас будет ошибок, естественно. Итак, 130 счастливых пациентов, которые мы повысили стадию после выполнения БСЛУ. И обратите внимание, в какие проценты случаев мы обнаружили при толстенной меланоме, вот эти вот три группы толстой меланомы, которые, по сути, сейчас уже переходят в группу назначения адювантной терапии, по сути, даже без БСЛУ, но БСЛУ мы им тоже будем делать. Несомненно, потому что мы должны будем стадировать этот процесс. Ладно, не буду, опять-таки, забирать время у Алексея Викторовича. Посмотрите, 45% – это относительно тонкие меланомы. При этих тоненьких меланомах мы тоже находили метастазы. И посмотрите, Т1А, 3% случаев, тоже находили микрометастазы. И поэтому очевидная роль этой процедуры есть. Два слова о циторедукциях и об истории, опять-таки. Мы сейчас, в настоящее время, понимаем то, что есть четкая селекция пациентов для выполнения стандартных мешаний, таких как подмышечная лимфоденоктомия. Но что изменилось? Вот за такую картинку еще даже в ординатуре Георгий Иванович меня бы отругал, потому что мы здесь сохранили торокодорзальные сосуды и сделали очень деликатную диссекцию. В настоящее время мы можем модифицировать диссекции, добиваться вот такой красивой картины анатомической и, соответственно, лучшими функциональными результатами меньшим количеством осложнений для наших пациентов. Ровно как и в данном случае при пахово-бедренной лимфодиссекции. Вот здесь я портрет еще Жозефа Дюхена поставил, который смотрит неодобрительно на такую картинку в ране, как, опять-таки, неодобрили бы и наши учителя, если бы мы еще 10 лет назад выполнили такую лимфодиссекцию пахово-бедренную. Но сейчас это допустимо, потому что у нас есть современная системная терапия. Опять-таки, эпоха неодевантных подходов. И вот это вообще суперинтересно и действительно перспективно. Итак, мы должны корректно и малотравматично стадировать пациента, чтобы назначить, если это необходимо, одевантную терапию. Мы должны взвешенно подходить к решениям о циторедукции и рассматривать вопрос неодевантных подходов. И главное, мы должны быть готовы к брутальным циторедуктивным вмешательствам. Об этом я сейчас не говорил, потому что у меня нет времени, я так превысил регламент. Главная задача наша – работать в новой эпохе и в новых подходах к системной терапии этого заболевания. Большое спасибо за внимание. Я с большим удовольствием, во-первых, хочу пригласить вас на «Белые ночи». У нас будет также секса, посвященная меланоме и опухолям кожи. Ну и, конечно же, главному мероприятию, в принципе, в онкодерматологии у нас в стране, я считаю, это майская конференция «Меланома-Про», где мы будем также рады вас видеть, и дистанционно в том числе, там, где мы сможем закрыть ряд вопросов. Большое спасибо за внимание. Я с радостью отвечу на ваши вопросы. Продолжение следует...